Пусть наш небесный, как святится имя Твоё, Господь Твоё, Царство и Твоя воля, Бог на земле, как на небе. Пусть наш небесный, как святится имя Твоё, Господь Твоё, Царство и Твоя воля, Бог на земле, как на небе. Начинать наше служение. И я перед началом просто хотел поблагодарить Бога и очень рад видеть каждого из нас, каждого здесь и рад быть с вами сегодня. Мы можем поблагодарить Бога нашего за возможность, что Он дал нам ещё один день. И сегодня день воскресный. Мы пришли собрать для чего сюда? Прославить Бога. Прославить Бога в песнопениях, в молитвах своих. И давайте воздадим Богу славу за то, что Он нам дал такую возможность. Господь и Бог, благодарность Тебе и поклонение за этот день, который Ты нам дал в жизни, что Ты привёл каждого из нас сюда. И мы имеем это тикое время, когда мы можем привоздисти имя Твоё в наших молитвах, в наших песнопениях, в стихотворениях. Господь, благодарность Тебе, что Ты даёшь нам эту возможность. И тот, кто ещё в пути, благослови, сопутствуй в дороге, Господь. И также, кто не смог прийти сегодня, Господь благослови, там, где Он находится, чтобы и в жизни мог человек возрастать и в Тебе, и прославить Тебя, Бога нашего. И пребудь с нами в этом служении, и пусть имя будет прославлено нас, и среди нас наш Бог. Аминь. У нас сегодня наши музыканты пока ещё в отпуске. Каникулы, они длинные. Так что будем петь сегодня, в общем, пение под параллель. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» Субтитры создавал DimaTorzok 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 Давайте помолимся еще раз. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты великий Бог, за то, что Ты даешь нам в это время такую возможность собираться, Господи, что мы можем, Господь, читать, слушать и исполнять Твое Слово сегодня. Благодарим Тебя за красоту, которую мы видим вокруг, что мы можем восхищаться творением, которое говорит и проповедует нам о Тебе. Благодарим Тебя за небо, звезды, все, что наполняет, Господи, что мы можем восхищаться рассветами, закатами, и мы можем видеть, Господи, какой Великий Ты Творец и славный. Благодарим Тебя за эту возможность. Говори нам Духом Твоим Святым в этом собрании. Аминь. Садись, пожалуйста, будем слушать. Братья и сестры, с миром. Давайте прочитаем сегодня место Священного Писания. Это записано в Послании к Римлянам, 12 глава и 2 стих. Послание к Римлянам, 12 глава, 2 стих. Не сообразуйтесь с веком сил, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. В русском переводе это может быть чуть-чуть яснее. Не приспосабливайтесь к образу жизни этого мира, но пусть Бог преображает вас, обновляя ваш ум, чтобы вы могли поступать, чтобы вы могли постигать, чего Он хочет от вас, что для Него хорошо, угодно и совершенно. Мне очень нравится английский перевод, там такие очень сильные слова. Вот сейчас мы собрались здесь, в этом общении, в этой церкви, и это процесс трансформации. То есть, Бог сказал, что где двое или трое собрались во имя Его, Он посреди нас. И есть такое понятие, что A whole is greater than the summation of its parts. То, что что-то целостное, оно намного больше, чем суммирование отдельных частиц. И это истинно так, потому что то, что у каждого из нас есть какие-то способности, какой-то потенциал. Но то, что когда мы приходим сюда, и нас объединяет Христос, мы приходим к Его ногам. И это дает возможность, чтобы Божья сила проявлялась в большом масштабе. На этой неделе, кто-то, кто читает этот план 5 на 5, там было такое место, где Христос накормил 5000 людей. И ресурсы были у людей, у людей там были какие-то недопонятки, потому что они, это огромное количество людей, и у них, так как там было 5 хлебов и 2 рыбки. Но в руках Христа, вот эта трансформация, Он смог использовать вот то, что у них было, для того, чтобы Он дал даже больше, чем нужно было. Потому что остались вещи. И вот это наставление апостола Павла для нас, где он говорит, чтобы мы не приспосабливались к образу жизни этого мира. Ну, пусть Бог преображает, трансформирует нас. Вот, церковь это храм Духа Святого. И если бы не было Духа Святого, как бы, наши, ну, это все очень ограничено. И вот, опасность, ну, не опасность, а просто то, что люди, когда, как это, приспосабливаются, не приспосабливаются к образу жизни этого мира. То есть мышление плотское, людское, это такое, что, если какая-то проблема, какие-то трудности в жизни, когда люди или меняют работу, меняют, переезжают в другой город, меняют работу, меняют церковь, или меняют друзей, ну, что-то пытаются, или кого-то поменять, или свою ситуацию поменять. А Божьи принципы, они совсем по-другому, они, это говорится здесь о трансформациях, то, что, вот, как это объяснить, вот, вот это, то, что мы здесь собрались, это мы соприкасаемся с вечностью, с Иисусом Христом. Таким людям, людям плотским этого не понять, потому что для них это, ну, для них это глупости. Но, если мы верим, то, что Иисус Христос, Он сильный, Он могущий, и Он может поменять обстоятельства, тогда это будет для нас реальностью. И это очень, это дает жизнь, это напоминает нам, что мы можем. Ну, это, конечно, идеал. То есть, мы все люди, и даже такие великие люди, как Давид, у Него были обстоятельства в жизни, где Он, трудности в жизни. И Он, очень-очень хороший пример, в 50-м псалме говорится, где Он говорит, что «Сотвори, Боже, чистым сердце моё, дай Духу правды вновь жить во мне. Не гони меня прочь от лица своего, Святого Духа своего, не лишай». «Сотвори, Боже, чистый сердце моё, дай Духу правду вновь жить во мне. Не бросай меня от твоей присутствии, и не берёшь твоего Святого Духа от меня. Давид понимает, вот в этих словах мы видим, что без Святого Духа, Он просто человек, Он просто людской человек, который не может ничего делать. Но, и Он просит Бога, чтобы Бог не изобрял от него, чтобы Он оставался с ним, держал его за руку, и чтобы Он его ввёл в жизни. И слава Богу за то, что Он дал нам обещание, что Он нас не оставит, и что Он с нами, и Он даёт нам свою силу. Слава Богу за это. Давайте помолимся. Аминь. Господь, хвала Тебя за то, что Ты наш Бог, за то, что мы можем приходить к Тебе, Господь, за то, что Ты даёшь нам силу, за то, что Ты действуешь, Господь, в нашей жизни. Прошу Тебя, Господь, испорти нас для того, чтобы Твое имя было прославлено. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Ирина, сейчас. Потом ты не обедет. Ирина. Всех приветствую, братья и сёстры. Я сегодня, вот прошу прощения, но я сегодня в начале служения просто сделаю объявление, потому что сёстры пока ещё все здесь. После служения, если у нас будет чай, то чай, а потом, сёстры, соберёмся на молитву. У нас много нужд, это будет не беседа, это будет молитва, много нужд, за которую нужно молиться. Стихотворение, которое я прочитаю, называется «Ева и Мария». Для тех, кто может быть ещё не совсем знаком со Словом Божиим, я просто напомню момент из Писания, когда был диалог между Евой и измеем. И из ней сказал жене, вы не умрёте, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите плоды, откроются глаза ваши, и вы будете как боги. Второй текст Писания – это Луки, 1 глава, 38 стих, когда ангел Божий пришёл к Марии и известил ей о том, что у неё будет сын, сын, который будет рождён от Бога, от Духа Святого. И Мария сказала, все раба Господни, да будет у неё послугу Твоему. Всё было райским, райский сад и райский день грехопадения. А верно ли, был первым яд непослушания и сомнения. Вся лесть в змеящемся обмане разила Еву на повалок. Бежать от Бога – это знание, жена, которую ты дал. С тех пор, без рассуждения и тревоги, мы для себя хозяева судьбы. Усвоив сатанинское, как боги, мы Богу не сдаёмся без борьбы. Потомки Евы и Адама, мы с вами – лица этой драмы. Так долог срок от райского начала. Для нас сокрыта тайна. Почему? Но на зарете тихо прозвучало. Да будет мне послово Твоему. Без блеска обольстительных плодов, которые нам дороги сегодня, не ради ублажения от родов, Мария скажет всех – раба Господни. Пришла пора воплоть облечься Богу, разбить цепей греха тяжёлых плен. Дары ворохвами, собранных дорогу, уже настало время перемен. Готово всё. И призванные есть, чтоб миру донести благую весть. А что благая весть для нас сегодня? Старинный миф, где говорят про крест. Их дорогая истина Господня. Для нас Сын Божий умер и воскрес. И что для нас старинные запреты, звучащие из Ветхого Завета? «Умрёте смертью» – это знак беды. Нет, не умрёте. Это будут сомнения. Везде растут познания плоды на почве аномальных размышлений. Не верьте извращённому уму. Испытывайте всё. Но будьте строги, что сбудется по Слову Твоему. Не променять наводите, как Боги. Аминь. 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 Без скрипец, протянутой рукою, Ни труд, ни град, не мог ему помочь. С градом без света делали твой. Пришел Иисус, и тьма бежала прочь. Нечист, нечист, да глаз нам праганы, Глухо и небо, беззвобно слезы лев. Банья ко мне, нестынься к небу щады, Пришел Иисус, и тьма бежала прочь. Где Иисус, Иисус, на благостью все дышит, Смогает плачь, славеем дно мерзких завод. Глухо и тьма бежала прочь. 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 Возвали, как страшен грех, как мучает он своих. Когда в бессиле Господу возвали, Пришел Иисус и поселился в Ним. Где Иисус Христос, там радостью, все веешь. Смогает плач, намерен вновь, верстится, он. Уходит слав, приходит си, раз веешь. Там жизнь, там мир, куда Иисус Христос, мой Тод, Иисус Христос, где Его нету, там пустота, бедность. Там просто-напросто серость однообразная. Слава Богу, что у нас есть Спаситель, Господь Иисус Христос. Пожалуйста, Марина Стих, а потом Андрей Стих. Каждый труд для Господа почетен. Как бы ни был он велик и льма, Только бы от сердца ты работал и всегда трудился, не дремал. Каждому хоть что-нибудь, да дано, Бесталантных и нет, как таковых, Нужно лишь найти и не пристанно Ревноваться о дарах своих. Дам кому талант лепестопения, Им для их спасения людей, Кончер путь, вот тогда настанет время Дать отчет о жизни своей. А посетить больного, труд немалый, Много есть и страждущих больных, Тех, кто на земном пути устали. Нужно нам заботиться о них. Может быть, осталось им жить немного, Ободрить их нужно в этот час. И забота и задание им помочь в дороге Господом возложено на нас. Ведь мы живем не для себя, Мы живем для Бога, Мы Его горящие огни, И еще нам сделать надо много. О, как быстро уходят наши дни! Если ты поешь и слово сеешь, Возгревай талант свой, не дремай. Если бы ты этого не умеешь, То тогда за страждущих молись. Пусть порою труд твой незаметен Для других, для посторонних глаз, Но день придет, и сам Господь осветит Скромный труд твой и тебе награду даст. Каждому хоть что-нибудь додавно Без салантных и нет, как таковых, Нужно лишь пройти И непрестанно Ревновать нам о дарах своих. Каждый труд Для Господа почетен. Как бы ни был он вели, И, мам, Только бы от сердца ты работал, И всегда трудился, Не дремя. Каждый труд Как бы ни был он вели, Ага! Зачем я стой, ты оставил всех ангела в небе? Зачем я стой, ты оставил родного отца? И славу оставил всю, родился ты в святом теле, Зачем за всего отворенья помещать? На небе теперь, славу дивный ангелы прилип, Ты был там согрел, бесконечной любовью отца. Зачем ты оставил свой, любимый небесный город? Зачем ты прийти на землю пожила? Зачем ты прийти на землю пожил, бесконечной любовью отца. Зачем ты прийти на землю пожил, бесконечной любовью отца. Зачем ты прийти на землю пожил, бесконечной любовью отца. Зачем ты прийти на землю пожил, бесконечной любовью отца. Зачем ты прийти на землю пожил, бесконечной любовью отца. Зачем ты прийти на землю пожил, бесконечной любовью отца. Зачем ты прийти на землю пожил, бесконечной любовью отца. Зачем ты прийти на землю пожил, бесконечной любовью отца. Зачем ты прийти на землю пожил, бесконечной любовью отца. Зачем ты прийти на землю пожил, бесконечной любовью отца. Слава Богу! Тогда мы понимаем цену, которую Он заплатил. И очень важно, что Христос пришел спасти своих от грехов. Те, которые Ему принадлежат. Те, которые приняли Ему жертву. Те, которые поняли Евангелие и приняли это Евангелие. И сегодня они принадлежат Иисусу Христу, следуют за ними. И знаете, кто они? Они сегодня не просто христиане, они сегодня ученики Иисуса Христа. И слава Богу, что у нас детки, они тоже с детства учатся сегодня в пути Господним. И мы очень рады, что у нас есть воскресная школа. И слава Богу, она увеличивается. Больше и больше деток. И сейчас у нас пойдет воскресная школа заниматься. Они нас оставят. Но мы обязательно помолимся и попросим, чтобы Господь их там благословил. Дал мудрости учителям и силы. Пожалуйста, встанем. Давайте, Женя, помоги. Дорогой любящий Отец мой небесный, я сердечно Тебя благодарю за этот подарок, за наших детей, Господь. Помоги нам их воспитать праведными, Господи. Чтобы они стремились, с Твоими путями шли по этому миру. Господи, открой их сердца к принятию Слова Твоего. Помоги им, Господи, возлюбить Тебя и следовать за Тобой. Помоги, Господи, преподавателям правильно преподать Слово Твое. Благослови их в обучении наших детей. Тебе за все слава, вечному любящему Богу. Отцу Сыну, Духу Святому. Прошу этого имени. И Существа Христа. Аминь. Аминь. Еще давайте вместе споем общим пением. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Братья и сестры, на этой неделе мы читаем, ну, вообще за эти последние дни, я читаю от Марка Евангелия, и там очень интересно встречаются повествования Евангелия. Каев любил последний пример, это как он исцелил женщину, вернее, дочь женщины, она пришла к нему, она не была из израильского народа, она пришла к нему и говорит, помилуй, исцели мою дочь. Иисус ей говорит, что нехорошо взять хлеб у детей и дать ее псам, но он ее так как-то назвал. Но там мы видим глубочайшее смирение этой женщины, она говорит, да, Господи, но и псы, они, крохи, которые падают со стола, они достаются этим псам, и они могут за счет этого жить. И Господь посмотрел на ее смирение и говорит, да, ну, дителю, пословут вами. И знаете, действительно, когда читаешь эти повествования и думаешь о своей жизни, и хорошо, когда мы были с вами в той же ситуации. И мы тоже испытали то, что Господь не прошел мимо и нас и проявил к нам милость. В песне есть такие слова, что я один из тех, кого ты заметил, я один из тех, кого ты не прошел. И в конце я буду петь препят два раза, если у вас в сердце есть те же слова, что вы тот, который один из тех, которых Господь не прошел, то можете петь со мной. Я один из тех, кого ты не заметил, я один из тех, кого ты не прошел. Иисус, я один из тех, кто зимой и летом, твоим солнечным светом и душу свою. Иисус, я один из тех, кто зимой и летом, твоим Wi-Fi,key, Иисус, ты готовишь город, Нас там будет много. Я один из тех, я один из тех, Чьи грехи забыты. Я один из тех, кого ты простил. Я один из тех, кто был на колоке, Видел гроб твой пустым. Иисус, ты воскрес! Иисус, я один из богих, Чьи пути дороги тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, Нас там будет много. Иисус, я один из тех, кто поет тебе песни. Иисус, я один из тех, кто любит тебя. Я один из тех, кто с тобой будет вместе. Иисус, я один из богих, Чьи пути дороги тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, Нас там будет много. Иисус, я один из богих, Чьи пути дороги тебе ведут. Иисус, ты готовишь город, Нас там будет много. Иисус, я один из тех, кто любит тебя. Иисус, я один из тех, кто любит тебя. Некоторые из них, я сказал, что все, но некоторые. Приятно, с одной стороны было. Но с другой, уделили те на другую. Христа я нигде не учил. Заметели, нет? Поздравления разные. Пускай вода тебя очистит, счастье, чистоты, ну просто вообще полностью все те блага, вот еще в придачу миллион долларов. Но нигде не говорится о Христе, что это вообще, о значении этого праздника и так далее, что там произошло, почему, кто крестил, зачем, кого, почему. Вот в этом плане ничего не было. Ну по крайней мере я не нашел, может вы более такие удачные, счастливые, у вас такие друзья, особенно там на родине, которые все это понимают. И вы знаете, оно не может нас, христиан, не беспокоить. Меня беспокоит все то, что делается сегодня без Христа. Мы с вами недавно хороший, смотрели фильм, помните, собирались здесь вечером, как там, изменяющее время, да? И там, в принципе, вот режиссер, он очень хорошо показал картину. Если взять хорошие дела, хорошее учение, учение Иисуса Христа, даже можно его взять, и убрать оттуда самого Христа, его божественность, его прощение, его милость, то это учение цена ему грош. Оно человека ненасколько не исправит. Оно вроде сделает его таким цивилизованным, хорошим, но какая разница, если человек, помните, мы говорили недавно про два пути. Какая разница, если человек будет идти по широкому пути, в широкие рода войдет, и он немножко будет цивилизованный, но какая разница, если он перейдет черту и попадет в ад от его дел? Никаких. И пусть Господь благословит нам всегда в праздниках, в первую очередь, искать кого? Нам, христианам. Христа. Почему это важный праздник? Почему Пасха? Почему Рождество? Почему другие какие-то праздники, они важны? Да даже еврейские праздники, которые там, то есть, в Ветхом Зайте были. У них у всех по тексту обязательно есть Христа. И пусть Господь вот в этом нам даст хорошее зрение, хорошее понимание, что всегда во всем искать центр Иисуса Христа. И, ну, меня это удручает, я вам скажу, когда я вижу, вот, нерадушно. Прочитаю, что произошло. Матфей описывает эту историю. Вот, крещение. Немножко порассуждаем, если вы не против, вместе, насчет этого праздника. В Титни, третья глава Евангелия от Матфея. С первого стиха будем читать и всю главу. Она короткая, в ней всего 17 стихов. В Титни приходит Иоанн Креститель и, проповедуя в пустыне иудейской, говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное, ибо Он Тот, о Котором сказал пророк Исаия, «Глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Сан-Жиан имел одежду и зверблюжьего волоса, и пояс кожаный на чреслах своих. А пищи его были акриты и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордании, исповедуя грехи свои. Иерусалим, увидев же многих фарисеев и садукеев, ведущих к нему креститься, Иоанн сказал им, «По рождение едины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния, и не думайте говорить в себе, Отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих сделать, воздвигнуть детей Аврааму. Уже и топор при корме дерева лежит, Всякое дерево, не приносящего доброго плода, Срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде покаяния, Но идущий за мною сильнее меня, Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, И он очистит гумно свою, И соберет пшеницу свою житницу, А солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан, К Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо накреститься от тебя, И ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, Ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, И крестившись, Иисус в тот час вышел из воды, И вот открылись ему небеса, И увидел Иоанн, Духа Божьего, Который сходил как голубь, И не спускался на Него. И вот голос с неба говорящий, «Это Сын Мой возлюбленный, Которого Мое благоволение». Ну, вообще, последние, наверное, часики, там, с 13 до 17, мы, наверное, все наизусть уже знаем, сколько раз слышали, сколько раз читали. И давайте немножко остановимся на некоторых моментах и порассуждаем. Мы прекрасно помним, что 400 лет тишина. 400 лет тишина. Ни одного порога нет. От Бога никакого голоса. Ничего. Никаких знамений, ни знаков, ничего. И тут совсем недавно у нас был праздник, проходит Рождество, да? И в Иерусалиме что? Люди, представляете, тут в шум пришли, то есть началось движение большое. Родился, говорят, Мессия. Собрали все священники, перосвященники. Великое дело такое. Они спрашивают, где родился? Тут Ира все встревожены. Спрашивают, где родившийся царь иудейский? И тут, да как? Никто не знает. Они посмотрели друг на друга. Никто ничего не знает. Никто ничего не понимает. И, представляете, опять на 30 лет тишина. Только вроде какое-то движение. Царь, наверное, может кто-то, представляете, задумываться стал об этом. И опять следующих 30 лет тишина. Никакого царя нету. Все это только было так. Пришли, наверное, волхуете, еще им досталось лжи какие-то. Поклонники и так далее. Но происходит такой момент. Вы представляете, ни с того, ни с сего появляется человек не в центре Иерусалима, не в храме, а он появляется в пустыне. Одет он. Очень сильно похоже на одного из пророков. Кстати, если вы посмотрите, как пророк Илья одет был, вот один в один там написано тоже такая же одежда. То есть, когда царь, помните, спросил, что это за пророк, ему сказали, во что он одет. Говорит, это Илья. И один из, в один, и говорится здесь, а я не креститель. Он одет что? То есть, в одежде, ну там, описано какие-то, смотрите, этот человек приходит, и его проповедь заключается в том, что он говорит такие слова, покайтесь, ибо приблизилось царство небесное. И что он предлагает, как покаяние? Он предлагает новый метод покаяния. Он предлагает евреям, и не просто евреям, там, десяти коленом, которые разошлись по всему лицу земли. Представьте, он предлагает иудеям, он возле Иерусалима здесь находится, иудеям, и этому, скажем так, религиозному обществу, он говорит, покайтесь, и что, и креститесь. на первый взгляд, это выглядит очень так, ну, как сказать, ну, как-то для них, наверное, не по-библейски. Как это так? Нам никто не говорил креститься. Крещение обряд, это только для них, это должен, если человек, язычник, он приходит в иудаизм, и это для него, этот обряд крещения. А тут кому, говорят, креститься? Предлагают креститься иудеям. Вот, и он говорит, покайтесь, ибо приблизилось царство небесное, он говорит, покаяние, и предлагает этот процесс крещения, это ритуал крещения. И вот, очень интересно было посмотреть на этих людей, представляете, написано, что на этот зол, на этот призол, написано, тогда Иерусалим и вся Иудея и вся открестность иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Это тишина, которая длится, скажем так, ну там, 400, возьмем так, 300, 430 лет, она, представляете, прерывается. И вот пришел какой-то пророк, очень похожий на пророк библейского, и все пошли люди к нему, и написано, они не просто крестились, а тут завители, да, и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Вот, немножко хочется остановиться в первую очередь о покаянии. покаянии, которое, слово здесь, оно употреблено, это метанои, оно состоит из двух частей. Первое, изменение, это мета, изменение и перемена, иное, второе, это значение мыслей, разума, мнения. И когда еврею говорили о покаянии, он понимал, что его не просто предлагают, послушайте, как сегодня у нас размыто это вообще слово полностью, я хотел просто на него сегодня особое внимание удаления сделать на слове покаяния. Сегодня у нас покаяние это очень часто признание себя грешником. Вот, что это значит. Покайся, ну да, я грешник, прости, и пошел. Но когда разговор идет о библейском покаянии, когда призывал Иоанн Креститель покаяться, послушайте, евреи это очень хорошо знали слово. И они понимали, что покаяться это не просто пойти, представляете, признать себя грешником, окунуться и выйти и дальше жить своей жизнью. Они понимали, что это изменение разума, это полная перемена мышление в соответствии с тем человеком, с учением, которое учит этот человек. Это огромный шаг сделать это. Это огромная ответственность для человека было, вы представляете, принять это все. Он не принимал только начало, вот как здесь написано, они, смотрите, крестившись, они исповедали свои грехи. И дальше что? На них была ответственность, следовать этому учению, следовать этому примеру. Мы говорим сейчас об учении кого? Иоанна Крестителя. Послушайте, это чуть разница. У него было тоже очень много последователей, у Иоанна, и мы встречаем ученики Иисуса Христа, некоторые были они учениками, помните, да, Иоанна Крестителя, а потом они стали учениками Иисуса Христа. И хочется немножко обратить внимание, что значит, как значение еврейское было этого слова покаяние. Давайте мы вместе с вами пройдемся перед тем, как мы пойдем дальше. Человек, говорили раввины, может пустить стрелу, стрелу за несколько сот метров, а покаяние достигает даже до престола Бога. Они понимали, Бог слышит покаяние. Покаяние Богу, оно, то есть, приятно. Дальше. Покаяние это отвращение от зла и порока, и поворот к Богу. Раввины понимали под покаянием столь радикальную перемену и воззрение человека, что оно проявляется изменении образа жизни и поведения. То есть, посмотрите, правильное понимание у них было покаяние. То есть, перемена, они это очень хорошо поняли. Я когда читал сегодня, то есть, вчера, сегодня, и вот, мне эти мысли, они очень нравились, потому что такое ощущение, что это, ну, просто вот, кто-то христианин какой-то писал, знает, кто это, христианские понимания. Я только в будущем сейчас увидите, в чем разница. Великие средневековые иудейские ученые так определяет раскаяние. Что такое раскаяние? Раскаяние это, когда грешник отказывается от своего греха, изгоняет его из своих мыслей и принимает окончательное решение не делать этого более. Как написано, доставить нечестивый путь свой, а беззаконник помыслы свои. Послушайте, это не только признание себя грешником, да, а оставление греха. И дальше, еще несколько слов, и мы будем переходить, идти дальше. один тоже раввин говорит, справедливо указывает на то, что определение раскаяния во висминском кредо веры, это наше, за исключением двух слов, взятых в скобки, было бы совершенно приемлемым для иудеев. И вот смотрите, это то есть исповедание веры, кредо. «Раскаяние в жизни это спасительная благодать, через которую грешник из искреннего чувства греха и понимая милосердие Божие во Христе, ненавидя свой грех и сожаление о нем обратился к Богу с полным намерением и стремлением к новому повиновению». Это, кстати, то есть один из символов веры, который был принят на одном из соборов. И вот смотрите, он говорит, если убрать с этого символа покаяния, если убрать только два слова, он говорит, оно полностью подходит для иудеев. Как вы думаете, каких два слова? Еще раз я прочитаю. «Раскаяние в жизни это спасительная благодать, через которую грешник из искреннего чувства греха и понимая милосердие Божие во Христе, ненавидя свой грех и сожалея о нем обратился обратиться к Богу с полным пониманием, намерением и стремлением к новому повиновению». Два слова. Во Христе. Во Христе. Спасибо. Если с этого убрать, они говорят, это один в один, это наше учение, мы это принимаем, это полностью слова. Но два слова, которые для еврея это оно просто ну неприемлемо. И следующее, мы, конечно, понимаем, что покаяние это обращение. Про Иерога из Икиля, например, сказано, «Живу я, говорит Господь Бог, не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жил бы. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших, для чего умирать вам дом Израиля». У пророка Иеремии такие слова «Обрати меня и обращусь, ибо ты Господь Бог мой». Мы увидим очень важность, большое обращение в покаяние. У пророка Оси «Обратись, Израиль, Господу Богу твоего, возьми с собой молитвенные слова и обратись Господу». То есть, это переворот, переворот мыслей. То есть, обращение в другую сторону, да, мы говорим, то есть, повернуться на 180 градусов, такое выражение «Если у человека в руках грязная вещь, он может мыть ее во всех морях мира, но эта вещь никогда не будет чистой. А если выпросить эту грязную вещь, то хватит и небольшого количества воды, чтобы омыться». Так вот, грех это вот эта грязная вещь, которая на нас одержит, которая склоняет нас. И нам надо омыться самим, самое главное, внутренне. Самое главное, повернуться к Богу. Друзья, дорогие, я хочу просто напомнить каждому из нас, кто в своей жизни покаялся. Бывает, человек покаялся просто, знаете как, за компанию. Но не произошло эта трансформация. И сегодня я очень часто, кстати, разговариваю с братьями и сестрами, у нас даже в церкви мы разговариваем, как-то общаемся, и некоторые люди, некоторые братья и сестры признаются. Друзья, слушай, я первый раз покаялся, ну да, все покаялись, как-то вот я молодой был, было покаяние, но ты знаешь, у меня покаяние потом оказывается пришло позже. И я думаю, если посмотрим честно, у многих из нас это произошло. Первое покаяние, но возможно произошло вот это покаяние, обращение, оно не всегда, возможно, у людей проходит именно в тот момент, когда они покаялись первый раз. Ну, когда надавили, да, я грешник, все это, но послушайте, не произошло, возможно, вот этого обращения к Богу, не произошло любовь к Богу, понимание, кто такой Бог и полностью трансформация, переворот, полностью перемена мыслей, перемена понятий. Возможно, мы Бога просто можем, знаете, вместить к себе в жизнь свой разум и продолжать жизнь, как добавочное что-то. Ну, Бог рядом с нами, Он любит нас, ну, все нормально, Господи, прости, нормально, но мы продолжили путь в том же направлении, а путь только один, в том же направлении, за собою, за своим Я. Это очень опасно. И смотрите, что началось с чего? Вообще проповедь, Иоанново проповедь, это пророк Божий. А помните, какой Христос сказал, вот вообще, если взять пророка, вообще бывших до Него, и сравнить с ними, как он, какой? Самый большой. Самый больший из них. Если кого-то вообще надо слушать, больше всего, да? Ну, всех, конечно, надо слушать, мы понимаем, но это самый великий пророк, который был. И это, и слова этого пророка, они начинаются со слов, послушайте, покаяние. И он говорит, приблизилось, что второе? Царство Небесное. Оно уже рядом, оно уже вот оно, нам надо, чтобы войти в это царство, нам надо, чтобы быть в этом царстве, прикоснуться с этим царством, с царем, мы сейчас будем говорить об этом, нам надо что? Покаяться. И послушайте, покаяться правильно. И сегодня только цель одного этого времени. Друзья, у нас должно быть правильное понимание покаяния. Пока у нас нету понимания покаяния, мы можем в жизни 10, 20, 50, 100 раз каяться. И оставаться теми же людьми. Ничего не происходит в нашей жизни. Да, иногда мы говорим, выйдите, покайтесь, и мы предлагаем это все, это хорошо. Послушайте, вот, кстати, этот момент, они что, где-то Иоанн отдельно их отводил крестить и каяться? Он им отдельную какую-то комнатку сделал, там ее завесил чем-то? Нет? Нет! Это, представляете, было все прилюдно. Это человек, преступник какой-нибудь, плохой, грешник, и он выходил открыто и совершал это крещение. Он совершал это покаяние. И меня что удивляет? Смотрите, люди, которые выходят после Нему, после того, как они, да, крестились, они исповедуют грехи свои. и вернулись и вернулись опять делать то же самое. Нет? Нет. Они исповедовали грехи свои и пошли за Христом. Ну, не за Христом, они пошли, то есть, они понимали это мышление, они принимают учения этого человека. Пусть Господь даст нам понимание, друзья, в нашей жизни. Возможно, может быть, знаете, кто-то каялся, но у нас не было вот этого поворота обращения. Послушайте, ничего тут зазорного нет. Я про себя скажу. У меня обращение намного позже произошло, полное. Я в 14 лет первый раз пока в 14, 15, не знаю, 16, я даже не помню, ну, в таком возрасте вот эмоционально я показывал, и после этого я знал, что Бог. Но обращение потом произошло, когда по-настоящему встретился со Христом. И я знаю, то есть, некоторые люди так и происходят. Не бойтесь, не бойтесь вот этого вот покаяния, если в вашей жизни будет, и вы знаете, ой, я когда-то... Нет! Если в вашей жизни трансформация не произошла, трансформация не произошла, если мы чувствуем, у нас нет этих правильных отношений со Христом, мы читаем слово, а понимаем, что у меня этого не произошло, что надо сделать? Покаяться. Обратиться. И не так, что опять на эмоциях. Ой, там, или где-то что-то, ой, да, я... Нет, сделать выбор. Серьезный выбор в сторону Бога. Возможно, даже я крещение принимал, или еще что-то в своей жизни, обещания какие-то давал. Но если у меня в моей жизни не было этого, послушайте, грушится на этом усилу. Самое главное, что вот это покаяние, уверенность в том, что я повернулся, что я повернулся от тьмы, я следую в сторону света, в сторону Бога. Я на правильном пути, я на этой, помните, вы говорили, узкая тропа. Вот. Я прошел, через эти тесные ворота я прошел и прохожу, возможно. Вот. Это нормально. Но быть уверен. Не давайте себе покоя, да и даже если вы находитесь, покаялись, покоя нам только снится, да, верующим людям. Нам все, эта жизнь, это что? Это постоянная война. Между плотью и что? И чем еще? И духом. Это христианин понимает. Просто, друзья, будьте внимательны. И хочется несколько еще примеров. Последнее. И вот 9 обязательных компонентов подлинного распияния, признаков, можно сказать. И они находятся в заповедях Исаия 1,16. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваших от очей ваших, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову». Исаия 1,16. Если вы прочитаете, что вы там это все найдете. помните? То есть, настоящее покаяние было Неневия. Последнее мы переходим, идем дальше, времени, потому что уже нет. Что там произошло в Неневии? Вы помните? Кто там проповедовал, в первую очередь? Иоанн. Иоанн. Я сейчас найду одну минуту. Я выпил. А, у меня сейчас телефон не страсует. Он просто стоит, он сохранен. Смотрите, когда произошло, Бог увидел людей, которые покаялись. и почему Он определил, что они покаялись. Иоанна, 3 глава, 10 стих. «И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них и не навел». Смотрите, последнее. В чем заключается покаяние? Не в том, что эти люди, но да, это жалко, погибать, все, но это ж надо, что недели будет разрушено, все это. Вот давайте мы бежим отсюда, спасаемся и так далее, или там плачут, сокрушаются. Это все на своем месте. Но смотрите, для Бога что важно. И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего. И дальше Бог милует. Друзья, дорогие, вот покаяние. Когда видит Бог, что мы обратились от злого пути своего. И следом за этим приходит что? Милость. Пусть Господь благословит, что вы помните эти слова. И он говорил, да, и дальше он говорит эти слова, да, которые мы уже прочитали, идет про него. Сам Иоанн имел одежду и звезу рблюжего волоса и пояс кожаный на числа своих, а пищу его были акриды и дикий мед. Часто спрашивают, что такое акриды, то есть такая саранча там была, которая она жила в тех местах. Кстати, о ней сказано, если не ошибаюсь, в Левитах. В Левитах сказано, а вот именно об этой саранче, это была еда бедных людей. Еда бедных людей, это была вот эта саранча, наверное, как может сегодня креветки, я не знаю, но это креветки морские, это, и дальше, ну мы говорили, да, все выходили, то есть креститься, исповедовали грехи свои. И смотрите, что происходит, увидев же многих фарисеев и саддукеев, идущих креститься к нему, Иоанн сказал, по рождению их едины, кто глушил, отбежать от будущего гнева, сотворите же достойный плод покаяния. Ну, фарисеи, да, мы знаем, саддукеи, тоже уже знаем за это время, кто это такие, мы часто об этом говорим, и вот смотрите, они идут креститься. Ну, вроде бы, хорошее дело, но хорошее дело, но все же выходят, и идут религиозные деятели эти, они идут тоже креститься, но он почему-то смотрит на них, и он их призывает сделать что-то очень важное. Он говорит, сотворите достойный плод покаяния, и не думайте говорить себе, отец у нас, кто они говорили, отец у них? Авраам, и его праведности хватит на всех, на всех последователей детей Авраама, им не надо ни в чем каяться. И представляете, этим людям, которые живут с таким богословием, тут вдруг оказывается, что надо каяться, еще идут, и как идут, все идут, и представляете, религиозные деятели, они тоже как-то чувствуют себя неправильно, они тоже идут туда, но вот он определяет, почему они идут. Он говорит, он сразу, он говорит, вы не думайте, не говорите, если вы хотите покаяться, покайтесь достойно, правильно. И дальше он говорит, смотрите, о приближающемся суде, что топор уже при корне дерева лежит, смотрите, всякое дерево, не приносящее доброго плода, вот покаяние, опять мы говорим, без плодов, покаяние без перемены, это вообще не имеет никакого, это дерево без плода, срубают и бросают в огонь. И он говорит, я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня, и я не достоин нести обувь его, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Но дальше, до этого он говорит, порождение, я пропустил это, порождение ехидины, то есть, змеиная котла, дети змеиные, змеиные, то есть, вот, ну, такого плана, кто внушил вам бежать от будущего гнева. Знаете, интересно, но Иоанн Креститель так же, как Иисус Христос проповедует, он не берет что-то такое выдуманное. В степи, оказывается, в пустынных местах очень часто случались пожары. И там, вы знаете, то есть, были вот эти кустарники разные, сухие и так далее, там небольшой искры достаточно для того, чтобы начался вот пожар в этих местах. И когда этот пожар начинался, эти кустарники сухие очень хорошо горели, они горели очень быстро. И вы представляете, вот рассказывают, кто живет до сих пор в тех местностях, как только этот пожар начинается, первые, кто бегут впереди огня, это змеи, мыши, ну, и там разные вот эти, они прямо вот перед огнем бегут, чтобы спастись, вылазят с нор, и все, и прямо, говорит, то есть нашествие это бежит. И вот, представляете, Иоанн, он смотрит на них, что они идут креститься, и он говорит, вы, кодла там, или как это, вы змеи там, или дети змеи, или так далее, он говорит, вы бежите от огня будущего. Другими словами, они видят все креститься, они идут, но там нет внутреннего понимания всего, понимаете, вот о чем я начинал вначале говорить, то же самое сегодня. Религиозная эта деятельность в наше время настолько далеко зашла, что люди готовы на все, они там и Христа, Христа принимают, как сейчас, крещение, и пойдем, окунемся в воде, понимаете, и будем чувствовать себя замечательно, еще что-то надо, еще что-то сделаем. А он говорит, послушайте, совершите достойно, совершите перемену. И вот это очень важный момент такой вот был этим, ну вот именно к этим религиозным деятелям, что они чувствовали, что приближающего суда. И он предлагает им правильное покаяние совершить, и смотрите, он говорит, а себе он что, говорит, я крещу вас в воде в покаянии, но идущий за мной сильнее меня, я не достоин понести обувь ему. Величайший из пророков, величайший, он смотрит на себя, он смотрит на того, который идет за ним. он сравнивает себя с ним. И он говорит, просто хочется, чтобы эти слова, они, то есть, в наше сердце поселились. я не достоин, что рядом с ним сесть, нет? С ним там рядом, то есть, еще что-то. Он говорит, я не достоин его обувь взять и пронести чуть-чуть. его обувь, которая по-нашему кажется грязной, да, в ней вот ходят вот это вот все по земле, это самое, наверное, грязное место, которое есть у нас. Помните, Христос говорил, чистому что надо быть? Ноги. Это самое грязное то, что есть. И представляете, он сравнивает себя с Иисусом, он говорит, я не достоин прикоснуться, пронести уловь. Насколько Бог дал правильное понимание об Иисусе Христе. Еще Новый Завет не написан. Еще нету нашего понимания. У него есть только Ветхий Завет, который он, я думаю, понимал. У него есть откровение от Бога, но насколько правильное понимание вот Мессии, который идет, Иисуса Христа. Я говорю, Иисус Христос еще ни одного чуда не совершил. Я не достоин даже прикоснуться и пронести чуть-чуть его обувь. Друзья, дорогие, это кто идет? Насколько правильное понимание Иисуса Христа. Его личности, его славы, его могущества. Кто он есть? И дальше он говорит, лопата его в руке, ему он очистит но свое, соберет пшеницу свою, а солому сожжет огнем неугасим. Это все сделает он. Если мы часто Иисуса Христа только воспринимаем как спасителя, это хорошо, что мы так делаем. Лопата его в руке. Кому Бог отдал, отец отдал суд весь, помните? Кому? Не слышно. Сыну. Сыну весь суд отдал. Он будет судьей. Вот посмотрите, это хорошо прописано. Лопата его в руке и он очистит то есть вот это вот жидницу свою и соберет пшеницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым. Это он тот любящий сегодня спаситель, милосердный Господь. Это он будет осуждать этих людей и это он причина суда, которая состоится. Не приняли Иисуса Христа, не приняли царя. И автоматически за это последствия, что? Вечные мучения. Люди не захотели принимать Иисуса Христа как своего учителя, как своего Господа, как своего Бога и менять свое мышление. Люди не захотели. Из-за этого им придется вот этим плевелом лже-пшеница возможно как угодно однажды быть среди этих осужденных людей. Я надеюсь среди нас никого не будет. Это очень страшно. Ну и последнее. То, что произошло в этот день, оно все вместе взаимосвязано. Иисус приходит из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от Него. К Иоанну креститься от Него. Бог хотел, чтобы этот человек самый лучший из пророков, самый сильный, он произвел этот обряд над Иисусом Христом. Иоанн же, видя Его, что он делает? Он удерживает Его. Да ты что, Иисус, кому ты пришел? Да ты посмотри на меня. Ты посмотри на меня, я здесь вообще, то есть я не соответствую, моя одежда не соответствует, да я вообще сам не соответствую тебе. Кому ты? Я должен у тебя покрещусь сейчас при всех, то есть у всех на виду, чтобы было это видно, кто Мессия. Иисус Христос не такой. Иисус Христос говорит, оставь теперь, ибо так нам длежит исполнить всякую пану. Тогда допускает его. И крестившись Иисус, заметьте, тот час вышел из воды. Вот разница между всеми, как крестились, и Иисусом Христом, знаете, какая? Что, Ира? Те исповедовали грехи свои, а Иисус Христос тот час сразу же. Зачем? Какие грехи исповедуют? Безгрешны. Вот оно показывает нам чистоту, святость безгрешного нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Он выходит тот час из воды. И смотрите, что происходит. И вот открылись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил как голубь, и не спускался на Него. И вот голос небес говорящий, это Сын Мой возлюбленный, в котором Моя благая воля. знамение было для Иоанна Крестителя. На кого он увидит Дух восходящего, тут и есть. Послушайте, он знал Иисуса Христа? Когда он увидел его, он знал, что это будущий Мессия. Но это было Иоанну надо, чтобы ему быть уверенным, что это он знамение с неба. Вот он получил это знамение. Мы уже говорили, мы здесь в этом видим Троицу, мы видим Иисуса Христа, Сына, мы видим Духа Святого, да, и мы видим кого? Слышал Отца. Голос Бога. То есть здесь все оно вместе. Вы спросите меня, а зачем Иисус Христос принимал крещение? Есть у всех такой вопрос, да? Для чего ему надо быть? Он же не был грешным. Он не совершал это. Есть несколько разных пониманий. Ну, вот, знаете, для меня этот момент, как президент, перед тем, как выходит, вступает в свои полномочия, происходит инаугурация. Происходит инаугурация. Так вот, эта инаугурация произошла с нашим Господом и Спасим. Он вступил в свои права. он вышел на службу. И он сделал это, чтобы подобиться нам. Он сделал через что? Люди проходят. Сделал тот же обряд. Никакого развлечения. Только ему не было нужды исповедоваться. Он уже, он чист, он принадлежал, на дно с Богом Отцом. Друзья дорогие, да благословит нас Господь в нашей жизни. если мы чувствуем, что у нас нету правильных взаимоотношений с Богом, не быть этим фарисеем, сабукеем и заеда бежать. Господи, прости, да, но скоро шаг, но все, это скоро сушь. А быть искренним и честным Богу. Бог все видит. Господь и огрешник. Я не хочу больше жить так. Мне надоела жизнь ради себя, ради своего греха. Мне даже надоело следовать за собой. Мне надоело, что в моей жизни победу берет мое плоть чаще, чем дурь. это выбор. Пусть Господь благословит. И если в вашем сердце есть сомнения насчет покаяния, послушайте, не бойтесь. Еще раз скажу, не бойтесь. Не бойтесь людей. Это происходит перед будет. Давайте помолимся. Кто желает помолиться, помолиться, пожалуйста, потом я помолюсь. Благодарю Тебя Небесный Отец за то, что Ты даешь нам это время, когда мы вспоминаем, как Ты, Господи, через Своего пророка Ты говорил Господь и учил народ иудейский, израильский. И мы видим в этой истории, Господи, как важно правильное понимание, правильное покаяние, обращение пред Тобой. Ты ждешь, Господи, когда грешник обратится. И Ты, любящий Бог, Ты прощаешь, Господи, всегда и везде. Господь, благодарим Тебя за то, что Ты пришел на эту землю, за то, что Ты прошел этим путем, совершил все, что, Господи, Тебе было, вот, Господи, положено, и Ты показал нам пример, как быть, Господи, сегодня победителями на этой земле. Благодарим Тебя, что Ты понимаешь нас, что Ты, Господь, всегда рядом, и Дух Твой святой сегодня, Он живет в нас и подсказывает нам, как надо следовать за Тобою. Благослови каждого из нас, быть верным Тебе, следуя за Тебе, за Тобой в это время, в этом месте, где Ты поселил нас. Аминь. Аминь. Давайте сейчас совершим материальное служение и будем петь в общем пение. Благодарность Тебя за сегодняшний день, за служение, Господи, просим Тебя благословения на материальное служение, Господи, расположись в сердце людей, Господи, в имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Братья и сестры, какой стих мы учим на этой неделе? Ефесянам, как там? 4.18. Братья, если можете посетить стих. Мы продолжаем учить тот же стих, просто чтобы у нас совпало в понедельник до конца года. Не убиваю чечнино. А где записано? 5.17. Ефесянам 5.17, да? 18. 17 и 18. Повторим вместе. Ефесянам 5.17 5.18. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом, наседая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господов. объявления. пожалуйста внимание, на этой неделе у нас много чего что будет происходить. В среду у нас будет домашняя группа у семьи колесников, да? Валера и Таня. В 7 часов вечера милости просим на домашнюю группу. Это у нас получается ИССАЙТ. ИССАЙТ. Если кто-то СВЕСТО тоже вдруг захочет еще и в среду посетить, кто-то там не возниклась. Но для ВССАЙТ попозже будет. В пятницу в 7 часов вечера домашняя группа ВССАЙТ пока еще неизвестна, да? А у Николая с сыном в 7 часов вечера. В пятницу в 7 часов вечера. Пожалуйста, ВССАЙТ. ИССАЙТ. Кому интересно, где Николай чайку попить на эти вечера. Это время скоротать. Ты тоже приглашаешь, или нет? А, ну все, понятно. Если ты пригласил, что-то. Если ты пригласил, молодец. И тут. Все, тогда договорились. И в четверг, друзья дорогие, у нас в этот четверг не будет разбор. У нас будет творческий вечер с участием Натальи Шевченко. Наталья Шевченко. Так что пожалуйста, приходите, приводите друзей. Знаком просьба, давайте мы соберемся. Очень интересная будет вечера. Я советую пригласить неверующих, кто-то из соседей, друзей. Это будет проходить в простой атмосфере. Здесь не будет что-то такого особенного. Она будет рассказывать стихи, как они рождались. Она будет рассказывать свидетельство о себе, как она к Богу пришла. Я с ней знаком, но встречались как-то в другой церкви, общались. очень благословенная сестра, так что милости просим, пожалуйста, найдите время в четверг. С 7 часов где-то до 8.30 будет проходить творческий вечер здесь у нас в церкви. Хорошо? И после этого еще одно объявление сразу. После творческого вечера, братья, члены церкви, у нас состоится еще братское буквально один час, но пожалуйста, уже приедете, еще часов времени мы здесь проведем вместе. У нас есть определенные вопросы, которые нам надо решить. Ну, братья, это наши священники, так что без вас мы никуда. Нам надо вместе решить некоторые вопросы. Дальше. В субботу, слушайте, у нас среда, четверг, пятница, в пятницу еще молодежная, не забывайте молодежь. В субботу у нас братский завтрак 8 часов, да? Братский завтрак 8 часов здесь и еще даже в субботу у нас и субботник. Так что, когда мы вместе сможем некоторые вопросы, здесь то, что надо отремонтировать, сделать кое-что, Николай там составил список, пожалуйста, может, четверг еще о некоторых вещах поговорим. Может, еще что-то я забыл? Про понедельник еще есть. Про понедельник? Ну, это один выходной, надо что-то. А что, выходной, поделик, надо что-то. Нет, это недолго. Хорошо. У нас есть еще одно объявление. Я прошу пройти сюда Денис Гуцуленко и Кристина Берега. Мы очень рады, что эти молодые люди у нас в церкви и мы видели, как они здесь, в этой церкви, обратились к Богу и что они следуют за Господом. Мы очень рады, они участвуют во всех церковных таких мероприятиях и они хотят Господу заключить союз. И да, бракозачитание будет 17 извини, да? 17 февраля. Февраля, отлично. И они хотели, чтобы сегодня мы то есть сказали об этом. Я знаю, они приглашали кого-то выборочные линии. Мы хотим сказать, что вся церковь, мы как бы желаем, чтобы она была, так что каждый просим, чтобы было так. Это будет 17 февраля, здесь в церкви, кажется, на улице, пока думаем так. Просто просим, чтобы все были рядом, чтобы в этот день порадовались с нами. Спасибо. Спасибо. Вау. Отлично. Слава Богу, мы очень рады, так что пусть Господь у вас благословить, сейчас много подготовки, церковь, наверное, тоже будет помогать, декорации, во всем. И давайте помолимся, и потом еще есть небольшой подарок. Благодарим Тебя, Господь, за Дениса и Кристину, что Ты нашел и Господи, в этом мире привел к себе и Господи, за то, что они следуют за Тобой, услужат Тебе. и Господи, Ты видишь предстоящее бракосочетание, Ты, Господь, благослови, пожалуйста, все устроить, все правильно, что было, и самое главное, Ты видишь, Господь, и их желание, Ты, Господь, в сердце видится, и Ты благослови, Господи, и поддержи в этом желании. Слава Тебе, благодарения за них, наш любящий Бог, Отец, Дух Святой. Аминь. Аминь. Пожалуйста, еще подождите. Садитесь, пожалуйста. Вы тоже можете пока присесть, еще у нас несколько объявлений. 3 февраля В нашей церкви будет праздник. Если Господь даст нам дожить, у нас будет крещение. И Кристина вот, изъявила желание принять Святое Водное Крещение и Аделина. Так что две сестры, которые прошли основы христианства курс, и они изъявили, то есть, вот это желание принять Крещение и будем молиться за них. Пожалуйста, очень важно, это важное решение. Вы знаете, враг всегда, то есть, что он ставит, преграды какие-то. Просто в эти дни особо прошу вас, молитесь об этом. Молитесь за этих сестер. У Аделины я знаю переживания тоже, что она в церкви не может быть. Она переживается, это она хочет, это день, выходной. вы знаете, то есть, туристический бизнес это воскресенье обычно самый такой, то есть, тяжелый день. Но она обещает, что, буду делать все, чтобы это, Господь, я верю, все усмотрит. Молитесь, пожалуйста, за крестину, то, чтобы Господь благословил, поддержал. так что, просто это время, помните их молитвы, хорошо. Может, нужны какие-то, какие надо помолиться, или все, везде хорошо. У меня есть листья, на прошлой неделе все вы помните и мы молились за семьи Герои Тамары, а на следующей неделе у нас молитва за семьи была таксет, но их сегодня нет, я вижу, когда я смогу уже с ними сослалиться, когда вы с вами нужны. И так же молита будет закрещаема, и сестрам напоминаю, что после служения будет молитва мы сочеремся в молитвенной памяти и мы сочеремся в молитвенной памяти. Вы же не будете сомать молитвами? Нет, не будем. Мы нахлубки. Просьба повалиться за нами мало, у нас сломала дуку, ну, точно так, кидала в племянницу и сломала дуку. Чтобы Бог скерей восстановил, то он улетает седьмого на восьмое, отдыхает на руах с тетей, поэтому надо переживать у нас гипсом и уже все находит на третью, поэтому просто вам нужно поместить. И на западе. Людмила. Людмила. И на западе. И на западе. Давайте улетаем на западе. И 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 на западе. Твои святые. И на западе. Неделю. Господь. Дай нам желание, вот когда будут эти мероприятия, чтобы собираться вместе, чтобы Господь назидаться через Слово Твое, укрепляться. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общения Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. Продолжение следует...